Яна Третьяк свою спортивную карьеру начала в 11 лет. Первые тренировки проходили в Волковыске. Через год девушка поступила в училище Олимпийского резерва в Гродно. Изначально Яна занималась легкой атлетикой, однако сердце лежало к другому. Сегодня она активно занимается борьбой и показывает высокий уровень своей подготовки. Этот год был очень тяжелый, мы постоянно на сборах находимся. И достаточно тяжело, дома очень редко бываем. В мае был чемпионат Европы, до 23 лет я стала второй, проиграла украинке. Свои достижения я делаю для своей страны, для своего родного города Гродно. Представитель Минска Муслим Махмудов заниматься борьбой начал с 9 лет. Этот вид спорта интересует парня с детства. Благодаря стремлению идти вперед и развиваться он не раз показывал высокие результаты. Парень дважды чемпион первенства Беларуси по борьбе. Организация на высоком уровне, зрители есть. Все, что нужно для борьбы, тут есть в принципе. Главное бороться до конца. Для меня эти важные соревнования, я должен показать себя, на что я способен, к чему я готовлюсь, насколько я готов дальше тренироваться, бороться. Показать уже на взрослом чемпионате свой уровень. Судейский состав в этом году 26 человек. На протяжении трех дней напряженной борьбы жюри предстоит определить лучших. Оценивание поединка имеет свою специфику. Основная задача борца – положить противника на лопатки. Участнику за выполнение приемов начисляется от 1 до 5 баллов. Особенность в том, что оценки в 3 балла не существует. По регламенту правил, чем отличаются наши соревнования от юниорских, от кадетских и школьных соревнований, то, что спортсмены взрослые борются по 6 минут. Регламент матча – 3 минуты, один период, перерыв 30 секунд и 3 минуты еще. Итого 6 минут спортсмены проводят основного времени на ковре. Спортсмены, которые проиграли финалисту, они проводят утешительные поединки между собой. В таких поединках не вышедшие в финал имеют право побороться за бронзу. Победители соревнований представят Беларусь на чемпионате мира, который пройдет в Албании в октябре. Виолетта Гук, Василий Мальцев, Новости Гродно+.